Сейчас мы поговорим о частовом оборудовании для умного дома на КНХ. Это термостаты, выключатели, пушбаттоны, планшеты. И для этого я пригласил в нашу студию моих незаменимых собеседников. Мы начинаем рубрику «Умный дом устами ребенка». Как ты думаешь, Марк, вот эти вот все штуки, что это такое? Это, наверное, управляют «Умным домом». И тут еще есть, где там показывают, кто там пришел. А ты знаешь, что вот такой вот планшет, это может быть любой, Samsung, Apple. Мы можем его поставить у входной двери, и он будет использовать функцию «Домофон». Можно еще будет установить приложение, если это там Iridium сделано или Home Assist. Это приложение вы сможете установить себе на телефон и управлять вашим домом. И с другой стороны, можете включать, отключать освещение. Если вы переживаете, что без интернета «Умный дом» не будет работать, удаленно – нет. Но локально, внутри объекта, у вас всегда будет работать «Умный дом». И неважно, есть интернет или нет. Марк, еще расскажи, что, по твоему мнению, может «Умный дом»? Я думаю, что «Умный дом» может выключить сам свет, если никого-то нет. Все верно. Это можно сделать и реализовать через датчик движения. Вы в комнату пришли, свет включился. Если вы из комнаты ушли, свет выключился. Еще можно открыть зановецки и закрыть. Можно сделать так, что в 19.00 у вас автоматически шторы закрываются. В 7 утра они открываются. Они открываются, да. И это можно будет сделать по расписанию, по сценарию. Можно сделать через выключатель. Термостат можно сделать через вот такой. Различные рисуночки и гравировки могут быть на любой вид. Если это речь идет о детской комнате, вот тут можно разные изображения. Например, то, что Микки Маус убегает из комнаты. Это включится сценарий, что ребенок ушел из комнаты. Одна из любых из кнопочек, вот что вот тут, что вот тут, она что-то делает. Она может штору открыть, может освещение включить, может несколько разом действий сделать. Я бы поставила собачек открывать занавески. Собачка открывает занавески. А вы еще там на кнопочку можете поставить, чтобы выставлялась комфортная температура. Потому что если у нас зима, например, верно, то у нас работают батареи. Батареи выделяют тепло, и в комнате становится сухой воздух. Собачка тут не поможет. А если она будет поднимать ножку, например, вот тут вот такой рисуночек поставить, и у вас будет воздух увлажняться. А, прикольно? Типа она писает. Типа, да. А какие тут выключатели нравятся вам? Вот такие прикольные? Нет. Почему? Чем они не нравятся? Они серые. Они серые? Из-за цвета только? Но тут у нас они из стекла и алюминия сделаны. Видишь, тут у нас алюминий, тут стекло. А ты вот знаешь, что это может быть белый цвет, может быть черный цвет, может быть серый. Из любой палитры выбираете цветовую гамму и сделаете себе рамочку. Ну и подытожим наше видео. Оно было простое, легкое и элементарное. Показать, что может, в принципе, умный дом. Планшеты, мобильные приложения, выключатели, сенсоры. Любые абсолютно разные модели. Но это все на поверхности. На самом деле умный дом может очень большой функционал, различные сценарии, достаточно сложные. Открывание-закрывание окон, дверей, вызов домофона, сигнализация, наблюдение, слаботочные линии и так далее. Но об этом я уже много раз рассказывал про счетовое оборудование, как оно работает, сколько оно стоит. Вот тут я оставлю ссылочки, обязательно переходите и смотрите. Ну а я вам хочу сказать большое спасибо, ребята. И показали вы, что в умном доме даже семилетки и восьмилетки смогут легко разобраться с первого раза. И не забывайте подписываться на канал. Ставьте колокольчики и комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok